В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. 22 вопроса обсудили на очередном заседании Совета депутатов Ленинского городского округа. Эта работа есть, она нужна, она важна. Это первый помощник, руководитель терротделов. Ситуация с липами на советском проезде на контроле у представителей власти. Основное заключение говорит о том, что антропогенная нагрузка на зеленые насаждения, она в общем-то есть и она комплексная. В зеленых аллеях приступили к ремонту одной из дорог микрорайона. Из-за того, что не переложен асфальт, у нас нет общественного транспорта. Это самая большая проблема в нашем ЖК. Состоялось очередное, 16-е заседание Совета депутатов Ленинского городского округа. С учетом соблюдения мер безопасности оно прошло в формате видеоконференции. На повестке дня 22 вопроса, обсуждение которых заняло не один час. Об основных темах заседания расскажет Юлия Пагасьян. Заседание Совета депутатов – последний этап перед принятием того или иного решения. Все возникшие по повестке вопросы народные избранники обсуждают заранее, во время проведения рабочих групп. Представители партии коммунистов, видимо, с такой традицией не согласны и каждый раз всячески пытаются сорвать совет. Минувшее 16-е очередное заседание не стало исключением. 22 вопроса депутатам пришлось принимать почти три часа. Большой ажиотаж в рядах коммунистов возник вокруг темы о земельном налоге и льгот пенсионерам. Я вам сегодня прошу предложение, что давайте вообще изменим подходы и всех пенсионеров, проживающих на территории Ленинского городского округа… А вы решение дочитали, Павел Николаевич? Да, нет. Ну давайте я вам закончу. Конечно, закончите говорить. Мне кажется, что этот вопрос нужно отложить. Давайте создадим согласительную комиссию. Ни одного обращения в части рассмотрения этого вопроса от фракции КПРФ не поступало. Более того, вопрос действительно прорабатывался, и фракция «Единая Россия» вышла со своими предложениями в части, в том числе и снижения, и льгот. Соответственно, об этом ваш руководитель фракции знал, но даже спустя время после комиссии также никакого анализа с вашей стороны ситуации, какую вы сейчас опять хотите проанализировать, не было. Хотя было на это время. Более того, Павел Николаевич, вы хоть решение почитайте внимательно. Мы пенсионеров, то, что вы предложили, мы уже отменяем этим решением. Вот это и называется популизм. А вопрос действительно серьезный. Рассматривался долго и тщательно, чтобы принять правильное решение, которое удовлетворит потребность жителей Ленинского городского округа. Речь идет о льготах для пенсионеров, в чьей собственности находятся земельные участки. Мы очень долго работали с коллегами по фракции «Единая Россия». Мы приняли такое совместное решение, вышли с инициативой, глава нас поддержал, мы приняли пониженные ставки по налогам и достаточно существенно расширили льготы по пенсионерам. У наших пенсионеров было освобождение по земельным участкам от 6 соток и стояло практически во всех поселениях ограничение до 15-20 соток. То есть это льгота такая, чтобы они не платили налог. Мы, соответственно, вышли с инициативой, чтобы снять это ограничение на те земельные участки, которые они используют для собственного жилья и садоводчества. Также фракция «Единая Россия» вышла с предложением минимизировать увеличение налога на имущество и землю для жителей муниципалитета. Мы получили предложение, которое было сформировано на основе рекомендаций Минфина, чтобы налог на квартиру стал 0,3, то есть это в три раза увеличение. Мы вышли с инициативой, чтобы все-таки это стало 0,15, то есть было 0,1, стало 0,15. Незначительное увеличение. Далее, соответственно, у нас налог на жилые дома был 0,3 во многих поселениях, то есть в двух поселениях 0,1. Мы вышли с инициативой, чтобы уменьшить данный налог до 0,2 для остальных поселений. По ряду земельных налогов мы тоже, в отличие от наших соседей из других округов, взяли ниже планку. Депутаты расширили список предпринимательской деятельности, Собственники которой могут воспользоваться рассрочкой оплаты за аренду муниципальной земли или недвижимости. Такое решение было принято в связи со сложившейся ситуацией в бизнесе из-за пандемии. На этом заседании обсуждалось много жизненно важных вопросов. Например, в округе возобновляется институт старост. Мы не принимаем меры для того, чтобы как-то забыть активных наших жителей, в плечах которых стоят социально значимые вопросы именно деревень. Эта работа есть, она нужна, она важна. Это первые помощники, руководители терророделов, которые в рамках Ленинского городского округа сформированы. Поэтому мы защитили их социальные права и интересы. Еще одна важная тема – о бесхозном автотранспорте. Депутаты утвердили положение о порядке выявления, перемещения, хранения и утилизации автохлама, которого все больше появляется на территории Ленинского округа. Особенно остро проблема стоит в новой жилой застройке. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Жители города Видное обеспокоены состоянием лип, растущих вдоль аллеи на советском проезде. Эта тема неоднократно поднималась в социальных сетях. И с этим вопросом видновчане обратились к главе Ленинского городского округа. В администрации муниципалитета прошло совещание по проблеме высыхающих деревьев. Побывала здесь наша съемочная группа. Основной причиной высыхания деревьев на советском проезде, по мнению жителей, стали ремонтные работы, которые проводились на этой территории. В связи с чем была повреждена корневая система, некоторые липы на аллее стали увядать. Администрацией муниципалитета была организована экспертиза. Основное заключение говорит о том, что антропогенная нагрузка на зеленые насаждения, она в общем-то есть и она комплексная. Как пояснила начальник отдела по сельскому хозяйству и охране окружающей среды Татьяна Лебедева, липа имеет горизонтальную структуру корней. Такое поверхностное размещение корневой системы не приспособлено к забетонированию. Недостаточное количество влаги, большой поток пешеходов и техники, вред от песко-соляных смесей, удаляющих наледь в зимнее время, всё это могло стать причиной ухудшения состояния деревьев. Основной вопрос, конечно, касался влияния того комплекса благоустройства, которое было проведено ранее. Да, тоже влияние, это доказано, негативное влияние на эти липы. Липы загнаны в цемент, то есть вокруг корневая система, вокруг корневой шейки не получает достаточного питания извне. И поэтому это одна из основных причин, которые приводят к гибели этих деревьев. То есть больший процент из всех обследуемых деревьев находится в высыхающем состоянии. Специалисты порекомендовали пока не проводить никаких манипуляций с насаждениями. Сейчас это не принесёт никакого результата. Липы на 80% находятся в высыхающем состоянии. На совещании, которое провёл первый заместитель главы администрации Ленинского городского округа Альберт Гравин, было принято решение понаблюдать за деревьями до весны. Сделать соответствующую претензию компании, которая осляла, собственно говоря, вот эти ремонтные работы вокруг кинотеатра «Искра». Компании мы претензию эту подготовим в ближайшее время, напишем. Если с наступлением весны состояние лип не улучшится, жителям будут предложены несколько вариантов об устройстве аллеи на советском проезде. Если будет положительная динамика, ну, наверное, хотелось бы тогда разработать какую-то концепцию, чтобы часть деревьев оставить, часть посадить новых. В любом случае, это концептуальное решение. Будет две-три концепции, соответственно, они будут иметь некую визуализацию. Плюс совместно, сейчас проговорили, разрабатываем бланк голосования для жителей хотя бы ближайших районов, которые, скажем так, исторически сложились отношения с этими липами и вообще с этой аллеей. В дальнейшем будет проведено голосование среди видновчан и утвержден вариант, набравший большинство голосов. Его финансирование включат в бюджет округа на следующий год. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Елена Кошелева, ВИДНЕ-ТВ. Зеленая аллея, дом 2. Пересечение деревни Тарычева и нового микрорайона. Дорогу здесь застройщик обещал отремонтировать и передать городу еще четыре года назад. Но по разным причинам благоустройство откладывалось. И вот, наконец, начало положено. С подробностями наш корреспондент Екатерина Борисова. Выехать из северной части ЖК Зеленой аллеи в районе второго дома настоящий квест, признаются жители. Дорога разбита, огромные выбоины и всего одна полоса. Из-за того, что не переложен асфальт, у нас нет общественного транспорта. Это самая большая проблема в нашем ЖК. Соответственно, посмотрите, как они ездят по этой дороге. Большие ямы. Это хотя бы чуть-чуть засыпали. Дорогу застройщик обещал отремонтировать еще в 2016 году, с момента сдачи домов в эксплуатацию. Но по разным причинам благоустройство постоянно откладывалось. Ремонта этой дороги жители Зеленых аллей ждали целых четыре года. И вот, наконец, работы стартовали. Но перед этим нужно разобраться с подземным газопроводом. Ведь именно он сейчас мешает благоустройству. Дело в том, что газовые коммуникации деревни Тарычева проходят слишком близко к поверхности земли. И чтобы отремонтировать дорогу, их надо перенести. На сегодняшний момент это одна из острых проблем нашего ЖК. Долгожданная история. Вся дорога в нашем ЖК Зеленой аллеи, она на балансе у застройщика на сегодняшний день. И перекладка газа поможет в скорейшей передаче дорог в муниципалитет с дальнейшим обслуживанием. И я надеюсь, что это произойдет уже в этом году. И хоть работы еще предстоит много, местные жители уже празднуют маленькую, но все же победу. Мы очень рады, наконец, что у нас переносят газ, что сделают этот перешейк, что не будет ям. Наконец, передадут дорогу городу, сделают дорожную разметку. Может быть, появятся дополнительные парковочные места, и людям будет проще жить. От застройщика, конечно, нам сложно добиваться всего. С городом работать немного легче. Наконец-то пошел процесс. Мы все ждали. Только сегодня с утра читала гневную статью в Инстаграме о том, что когда же это будет. Вот вышли на прогулку, и, конечно, очень радует картина. Не рады, что вы делаете дорогу. Очень рады. Спасибо вам большое. Здесь невозможно проехать. Сейчас уже я стараюсь, чтобы нормально будет, и люди тоже очень довольны будут. По словам застройщика, дорогу планируется сделать двухполосной, оборудовать тротуар, а также провести комплексное благоустройство прилегающей территории. Но сначала объектом займутся газовые службы. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошлева. Видное ТВ. На днях к нам в редакцию позвонили обеспокоенные жители дома 57 по улице Школьная. В конце сентября в их подвале прорвало трубу. Аварию нейтрализовали, но последствия оставались на месте происшествия еще в течение месяца. Однако к приезду нашей съемочной группы все нечистоты из подвала оперативно убрали. На момент нашего приезда к дому 57 по Школьной улице работы по очистке подвального помещения сотрудниками управляющей компании были закончены. Последствий прорыва трубы, которые оставались здесь в течение месяца, практически не осталось. Здесь была протечка 27 сентября. Канализация текла по подвалу чуть ли не до второго подъезда. На что коммунальщики сказали, что якобы провели работы. После проведенных работ я спустилась в подвал со своим сыном. Здесь были трупы животных, птиц, а также фекалии. Вот все, что они успели убрать. То есть видно, что фекалии не убраны. То есть все в таком же виде есть, только оно засушено. Также летает комарьё, также все лежит практически, только убраны трупы животных на данный момент. Елена проживает в том самом подъезде, под которым прорвало канализацию. Последствия аварии, неприятный запах и насекомые быстро заполнили подъезд. Не заметить новых соседей было невозможно. Как оказалось, и избавиться от них также непросто. Я в первом подъезде живу, дышать нечем. Я не могу даже дверь открыть, чтобы выскочить из квартиры. А на каком этаже живёте? На третьем. И звонили, и писали, и никто не приходил. Вот только сегодня пришли, стали чистить, всё вот это делать. Подъездок невыносимый запах. О том, насколько качественно справились сотрудники управляющей компании с уборкой подвала, пока говорить рано. Однако мы совместно с жителями убедились, внешний вид помещения действительно изменился. В лучшую сторону. И потребовалось-то всего два часа, которых раньше почему-то не нашлось. Но история ещё не закончена. Ведь жителям теперь предстоит ликвидировать последствия. Неприятные запахи из подъездов и квартир. Александра Столярова, Кирилл Иванов, Сергей Ларин. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч.